Добрый день, в эфире программа Дневной разворот и в студии Николай Голиков и Светлана Занькова. Да, у нас сегодня обширная программа, посвященная движению мусорной реформы, ее реализации в том числе на территории Кировской области. Конечно, мы отталкиваемся от той встречи, которая произошла в минувшую пятницу, 18-го числа. Собственно говоря, она не минувшая, а нынешняя для нас, потому что мы записываем, конечно, эту программу с гостями, которые приехали на встречу из Москвы и с представителями местного экспертного сообщества. И это местное экспертное сообщество у нас представлено самым главным экспертом в этом проекте, в этой отрасли в Кировской области. Тамара Яковлевна Ашихмина, председатель комитета по экологии и природопользованию общественной палаты Кировской области, профессор в нашей студии. Тамара Яковлевна, добрый день. Добрый день. Ну и гости. Представим гостей. Максим Карайков, первый заместитель генерального директора по развитию в ГУП РосРАО. Максим Владимирович, добрый день. Да, добрый день. Владимир Колесников, зав. кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, профессор российского химико-технологического университета имени Менделеева. Владимир Александрович, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы записываем вечером, да. И Александр Лов, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России. Александр Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Сегодня прошла очень серьезная большая встреча. Надо сказать, что она была запланирована. Эту встречу нам обещали представители Росрау еще в конце лета, когда мы собирались на большой круглый стол в библиотеке имени Герцена. И эту встречу очень ждали жители Кировской области и особенно ждали специалисты, потому что на этой встрече планировалось, и сегодня реализовали это, представить те технологии, те процессы, которые будут реализованы на объекте Мородыковский в поселке Мирном, и те вещества, которые будут там перерабатываться, потому что как раз эти вопросы самые острые были на встрече летом. Встреча длилась больше двух часов. На ней было около 130, да, Тамара Яковлевна, мы посчитали. Да, было в начале 122, еще 12 подошло. Да, представителей. И это были действительно представители и науки, и производства, и контролирующих органов, и правительства, и общественности, и в том числе тех общественников, которые очень активно выступают, и митингуют, и задают острые вопросы. И там было порядка, скольки, десятков СМИ? Тридцати. Тридцати. Чем всех посчитали. Человек-представителей СМИ. Была онлайн-трансляция и не одна, то есть была возможность посмотреть через интернет в онлайне, и, значит, можно смотреть записи этой встречи. Полноценно информация доносилась, на мой взгляд. Но мы, конечно, отклик еще получим, в том числе и от наших слушателей. И я бы здесь, наверное, слово сейчас дала Максиму Владимировичу Королькову с тем, чтобы Вы, Максим Владимирович, рассказали, как, на Ваш взгляд, звучали вопросы, мне вот хотелось бы отклик сейчас сначала получить, как звучали вопросы от сообществ, даже разных, которые собрались на эту встречу. Да, я с большим удовлетворением отметил очень высокий профессиональный уровень аудитории. И большинство вопросов, которые звучали, они абсолютно точно и тонко подмечали те технические нюансы будущих ПТК. Для нас это очень ценно и важно, потому что... ПТК – это производственные технологические комплексы. Производственные технологические комплексы по переработке отходов первого и второго класса. Для нас это особенно важно, потому что мы, по сути дела, сейчас создаем новую отрасль переработки отходов, да, начинаем с отходов первого и второго класса. Эта задача для России новая. Здесь мы ориентируемся во многом на тот опыт, который накоплен, там, разрозненно у наших, там, ведущих научных, там, технологических компаний, и на зарубежный опыт, где такие комплексы, их десятки, они построены, успешно уже много десятилетий эксплуатируются и решают те задачи, которые сейчас перед нами стоят. И для нас очень важно, что отмечены там тонкие места, на которые следует обратить внимание. Нам даны рекомендации, каким образом необходимо будет наш производственный технический комплекс создавать. И для нас это очень ценно, мы будем учитывать это в дальнейшей работе. Я думаю, что это одна из многих таких профессиональных, череды профессиональных встреч, где мы будем обсуждать, какой будет завод, каким ему быть, так, чтобы, когда он был пущен, он эксплуатировался, был безопасен, и все были абсолютно уверены в положительном результате. Тамара Яковлевна, Вы побывали неделю назад на заводах по мусоропереработке в Вене, и Вам было с чем сравнить, исходя из собственного опыта, и с чем сравнить, потому что вот была представлена сейчас та документация, которая планируется к разработке по поводу нашего завода. И я знаю, что и в Вене, и до Вены, и после, и во время сегодняшней встречи Вы все время записывали, уточняли, утверждали. Скажите, картина для Вас сейчас стала более ясной, та картина, что возникнет в Мирном? Вы знаете, после посещения действительно этих предприятий в Вене у меня возникло достаточно большое количество вопросов, еще больше, наверное, чем даже было до этого. Но это хорошо, потому что, когда мы увидели вот те технологические линии, то технологическое производство, которое обеспечивалось на этих двух заводах, и увидели воочию, какие системы многоуровневые работают здесь, на этих предприятиях, то, конечно, ну, хочется только позавидовать этому плану. И мне хотелось бы, допустим, представить, что то предприятие, которое будет у нас в Мирном, оно соответствовало бы всем технологическим и техническим нормативам и стандартам экологической безопасности в соответствии вот тому, как работают заводы в Вене. Ведь удивительно, в самом центре города находятся пять мусоросжигающих заводов, девять мусороперерабатывающих заводов, и ни у одного завода мы выходили утром, вот, знаете, с делегацией, мы нигде не видели шлейфа дымового там, как говорят, листьевого хвоста и так далее, отходящих газов. То есть это очень о многом говорит. То есть мы почувствовали, что на этих заводах система очистки и выбросов, и сбросов достаточно к ней относится серьезно. Что еще мне вот так интересным показалось на этих предприятиях, я даже себе представила, вот бы хорошо у нас в регионе был такой завод. Второй завод, который мы посетили, это был завод по переработке и промышленных, и бытовых, и медицинских отходов. Я как эколог понимаю, на каждом заседании совета и палаты нашей очень часто приходится обсуждать вопросы с медицинскими отходами. Сейчас острейшая проблема у нас с бытовыми отходами. И, конечно, решая вот эту проблему на одном предприятии, а для региона это бы было просто идеальный вариант, конечно, это было бы очень хорошо. Но я глубоко понимаю, что сегодня правительство создало два федеральных оператора. Один по бытовым отходам, другой по отходам первого и второго класса опасности. И пока соединить, может быть, вот самым предметным образом, может быть, не удастся это. Но у нас у всех пожелание такое новому заказчику, а именно в лице Росрау, конечно, предусмотреть использование на уровне дочерних предприятий, на уровне такого коммерческого взаимодействия даже с нашими предприятиями, создание вот таких предприятий даже по переработке. Я вот уже не один раз говорила, и стекла, и там бетона, и там ртутных ламп, и резины, и так далее, покрышек резиновых. То есть это очень-очень нужно решать и делать. Тамара Яковлевна, у меня вопрос такого плана. Вы видели это все в Вене, да? Да. И, скажем, сегодня более подробно ознакомились с тем, что планируется делать у нас. Это как-то совпадает у вас в голове? Вот то, что вы видели, и то, что планируется делать у нас? Вы знаете... Или пока не складывается картинка? Вы знаете, там мы видели производство, а здесь мы видели пока подходы к технологическим решениям. И вот когда эти технологические решения будут положены в проект, и в проекте будет видно, значит, как проходит та или иная стадия, что будет на выходе, на сбросе, выбросе, и какой продукт получится, в каких масштабах и объемах, конечно, тогда можно будет об этом говорить. Да, ну, тут и меня тоже можно спросить, сложилась ли у меня какая-то картинка после поездки и после этой встречи, потому что, конечно, перед нами в Вене презентовали два завода, два очень крутых и крупных специалиста. Это люди, которые всю свою жизнь провели в отрасли, и они являются главными консультантами отрасли в Австрии и во всей Европе. И надо сказать, та презентация, которая была в Вене на обоих заводах, она, конечно, была разная, разной презентацией, она, в общем, все-таки напоминала то, что мы сегодня увидели. То, что мы сегодня увидели, и даже я, не являясь специалистом, уже понимала, о каких машинах, о каких котлах, о каком оборудовании цепочки идет речь. И, конечно, это очень важно, когда ты это видишь воочию и задаешь вопросы специалистам, тогда картинка у тебя складывается, и ты можешь задавать вопросы дальше. Но для наших слушателей мы должны все-таки описать, что именно планируется на объекте Мородыковском в Мирном, там примерно какие линии, даже не примерно, были представлены три компании. И российская разработка, немецкая разработка и швейцарская, шведская разработка, шведская разработка. Мы прервем сейчас на полминуты, на небольшой перерыв, и я попрошу Максима Королькова рассказать об этом. Возвращаемся в студию, это программа «Дневной разворот». Мы сегодня говорим о встрече, которая прошла в пятницу, 18-го числа. Собственно, в пятницу мы и записываемся, сразу после большой встречи, организованной компанией Росрау, Общественной палатой Кировской области, Вятским государственным университетом и правительством Кировской области. Встреча запланированная, напоминаю, нас должны были познакомить с технологиями и с тем оборудованием, которое планируется закупать, поставлять, и как его использовать на объекте Мородыковский. И сейчас мы как раз хотели описать, что планируется в Мородыковском, какие линии и какие виды мусора перерабатывать. Максиму Королькову вопрос. Да, у нас укрупненно планируется создавать три блока технологий по переработке отходов. Это всё-таки отходы, а не мусор. Это очень важно. Надо ещё привыкнуть к этому. Да, действительно, вот если переработка отходов, она совершенно новая для нас, как отрасль, но понятная с точки зрения технологий. По первому блоку физико-химической переработки отходов я бы просил слово Владимир Александровичу Колесникову сейчас предоставить, а я пока про второй-третий расскажу. Дело в том, что первый блок – это отечественные разработки, а второй-третий блок – это переработка ртуцидержащих отходов. И высокотемпературная обработка отходов – это зарубежные установки. Одну из них, Вы высокотемпературную переработку видели в Австрии, в Вене. Это уникальное действительно высокотехнологичное оборудование. Его, кстати, немного и в Европе, как нам пояснили. То есть не все заводы могут позволить себе такое оборудование. Абсолютно точно. Дело в том, что это самые современные передовые сегодня разработки. И модернизация предприятия – достаточно затратный процесс. И нам очень повезло, что мы стоим в таком начальном пути, когда можем сразу позволить себе внедрить самые передовые, самые безопасные технологии. Суть их уникальности в следующем, что мы практически из широкого спектра отходов с разным составом можем подбирать рецептуры, которые в условиях высокой температуры не только избавляются от всех опасных веществ, но и позволяют на выходе в системе очистки получать те композиции, которые можно обратно увлекать в хозяйственный оборот. То есть речь идет, по сути, о безопасной, безотходной технологии. И при этом все отходящие газы проходят многоступенчатую очистку. Состав этих газов контролируется. Выброс их в атмосферу допускается только после подтверждения безопасности. И при этом содержание веществ в этих газах по уровню в десятки раз меньше предельно допустимой концентрации содержания таких веществ в воздухе, атмосферно-воздухе населенных пунктов. Это вообще уникально для Российской Федерации. А второй блок установок – это переработка ртуц содержащих отходов. Это шведская разработка. Их уникально состоит в глубокой переработке таких отходов с полным удалением ртути. То, что сегодня, к сожалению, многим не удается сделать, образуются вторичные отходы. И, по сути дела, из отходов первого-второго класса мы получаем 100% возвратного сырья, который возвращается. То есть это как раз яркий пример безотходности таких технологий. Ну и по физике и медицине, Владимир Александрович… Да, я сейчас перед тем, как Владимир Александрович возьмет слово, скажу, что буквально после дневного разворота будет интервью с Мариной Ипатовой-Арнт, руководителем отдела продаж в России на Украине и СНГ компании «Ошетс Энерджи». Это как раз немецкая компания, оборудование которой рассматривается к применению на заводе в Мирном. И просто подробности об этом конкретном оборудовании и об этой конкретной линии можно будет услышать в час дня сразу после дневного разворота. Так что мы можем сейчас на ней не концентрироваться, там будет ровно столько же времени, где Марина будет рассказывать об этом. А сейчас слово Владимиру Колеснику, заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, профессор, доктор технических наук Российского химико-технологического университета имени Менделеева. На протяжении большого количества времени Менделеевский университет занимался решением экологических проблем вот таких предприятий, где обрабатывают поверхности металлов. Это такие предприятия, как гальванические, печатные под электронной техники. Эти предприятия есть и в Кировской области. И самое интересное, что проблема с точки зрения источных на предприятиях решалась достаточно хорошо, потому что были технологии, большие объёмы воды, низкая концентрация, и опасности такой не было. Но все прекрасно понимали, что в технологии заложена мина, которая связана с тем, что образуются отходы, а они есть, они запланированы. Это кислоты, в которых травят металлы, это щелочные растворы, в которых травят металл. Ну, например, когда делают анодофрезерование алюминия, например, крыло самолёта, то в ванну 15 кубических метров опускают алюминиевое крыло. Это крыло травится. Ровно месяц работает ванна, а потом 15 кубометров раствора, где щёлочи, и алюминий надо выливать. Или идёт обработка какой-то поверхности в электронной технике. Мы получаем печатные платы электронной техники, мы точно знаем, что раствор ровно через месяц выйдет из строя. Раньше решалось проблему очень легко и просто. Взяли и сливали ночами, или просто сливали в овраге, или куда-то передавали, что, конечно, неправильно. Каждое предприятие может попытаться обработать сами эти технологические растворы, но это дорого и невыгодно. И малые объёмы, потому что объёмы на предприятиях, это может быть кубометр, 2, 3, 4, 5. Пока малые объёмы технологии неэффективны. Что предлагается на данном объекте? Это, конечно, получение с разных промышленных предприятий кистых растворов щелочных, хромсодержащих, циан содержащих, о тех, конечно, будет немного, привести в одну точку. Когда они появляются в одной точке, то технологии более современные применяются, и уже работает мысль, а как сделать из отходов ценный продукт. Но привезли медномячный раствор, его жалко выливать. Из него можно великолепно получить медь, товарный продукт с высокой добавленной стоимостью. Привезли гравонический шлам. Вот мой коллега из Вятского университета говорил о том, что неинтересно предприятиям перерабатывать тонну. И мы считаем, что неинтересно. Но когда будет 100 тонн гравонического шлама, это ценнейшее сырьё. Это шлам, в котором 20 металлов находятся. Это более богатое сырьё, чем любая руда, которую мы применяем. Поэтому, конечно, как только возникает этот отход, он уже не отход, а это сырьё для новой технологии от получения товарных продуктов. И я думаю, что тот опыт, который мы получили и в Европе, и на российских предприятиях, на малых объёмах, на малых масштабах, поможет нам сделать и на этом предприятии достаточно хорошей современной технологии. Я думаю, что мы эту задачу решим. Вот очень хороший вопрос был в конце сессии нашей, ещё раз, 18-го числа, на площадке ВТГУ от ректора нашего опорного вуза. В конце Валентин Николаевич Пугач сказал, а что, собственно, регион получит от того, что вот эта отрасль сюда приходит, открывается завод, что он получит во всех отношениях, прежде всего, конечно, в экономическом, в экологическом и прочее. И здесь вот и Максим Владимирович, и Александр Юрьевич сказали, очень важные вещи озвучили. Во-первых, вы, Максим Владимирович, сказали, что можно и уже сейчас вы думаете о комплексном развитии этой территории. Вот хорошо бы нашим слушателям пояснить, что имеется в виду. А дальше Александр Юрьевич сказал, а какие действительно перспективы серьёзные открываются перед регионами, которые будут передовыми в этой отрасли. И это такая была нота, на которой закончили, и которая требует дальнейшего обсуждения и разбора. Но я бы хотела, чтобы вы озвучили вот эти ответы, которые прозвучали на этой встрече. Максим Владимирович. Любой инвестиционный проект по созданию современных производств является серьёзным драйвером для экономики региона. Во-первых, это существенная загрузка предприятий региона. А в Кировской области мы знаем широко развитые машины строительные, металлообрабатывающий кластер и химическая промышленность. Ведь когда мы говорим о привлечении сюда инвестиций и технологий, мы говорим о том, что существенная часть оборудования для создания такого завода, она локализуется на предприятиях Российской Федерации. Правильно я понимаю, что наши машиностроительные предприятия в Кирове, которые действительно недозагрожены, и у них стоит ещё задача конверсии, могли бы, если были бы в этом заинтересованы, сейчас включиться в процесс и получить заказ по локализации? Абсолютно точно. Или там не заказ, если это частное предприятие, то недозагрожено? Абсолютно точно. Мы говорим как о строительной отрасли, металлообрабатывающей, машиностроительной, приборостроительной отрасли. То есть химическая промышленность, широкий спектр. Мы создаём, по сути дела, современные высокотехнологичные производства. И отрасли, подотрасли, которые при создании такого объекта задействованы, их перечень десятки. Это первое. Второе. Мы говорим о том, что создаётся предприятие, которое производит не просто услуги по переработке отхода, а производит продукты с высокой добавленной стоимостью. То есть оборот этого предприятия очень серьёзный. По меркам Кировской области, я думаю, что это будет одно из ведущих таких предприятий. Соответственно, это налоги. Это налоги в муниципальные отчисления, это региональные. А налоги – это развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, транспортные дороги и так далее. И это очень серьёзно. Мы говорим о занятости людей, занятости на высокотехнологичном производстве с достаточно высокой зарплатой. А это и уровень благополучия населения повышается, и развитие сферы услуг. То есть, по сути дела, запуск одного предприятия влечёт за собой существенное развитие экономики в целом. Мы говорим о новых технологиях. О технологиях, которые мы о них знали, мы о них слышали, но мы не знали, как они работают. Мы не знали, что возможно такое их аппаратурное оформление. Эти технологии идут к нам. У нас есть возможность обучать наших специалистов, учёных. Есть возможность обучать наших студентов. Есть возможность уже со школьной статьи готовить, значит, будущих специалистов для работы на таких предприятиях. И это очень ценно. Потому что это другой уровень заработной платы, другой уровень квалификации. И, соответственно, опять же, в конечном итоге повышение уровня благополучия. Когда Вы говорите у нас, Максим Владимирович, имеете ли Вы в виду, что и наш ВУЗ опорный, и ВИАТГУ, может участвовать в процессе в этом, и, значит, получить возможность открыть кафедру, факультет и выпускать специалистов новой отрасли? Об этом говорили у нас в заседании четвертой группы. Я полагаю, что на это надо ориентироваться прежде всего. Тем более, ни одно предприятие, что их несколько кадров будет. Я уже смотрю на Владимира Александровича, передам вопрос. А вот я хотел бы тоже дополнить здесь немножко вот именно в части развития и ВУЗа, и вот развить вот эту тему. У нас очень хорошее взаимоотношение, да, вот с Российским химиотехнологическим университетом. Есть очень богатый опыт, когда на какие-то различные инвестиционные проекты, на какие-то научно-исследовательские разработки, которые идут в виде господдержки со стороны государства, выходит некий индустриальный партнер, и он привлекает себе в помощь некий профильный научно-исследовательский, ну, даже не научно-исследовательский, а профильный ВУЗ в первую очередь. Вот как раз с Российским химиотехнологическим университетом у нас такая история очень хорошо получается, и я думаю, что тот же вот ВИАДГУ спокойно может реализовывать эти, как бы, направления, связанные с тем, что будут появляться новые продукты, которые в ходе, вот, скажем, процесса, вроде как он, казалось, ликвидации, да, там, отходов первого-второго класса, но на выходе будут получаться в том числе и целый продукт. В самом деле, переработки. Да, вот, наверное, правильно будет даже сказать в ходе переработки. Я учусь, у меня это Максим Владимирович уже не первый раз, правда. Я хотел бы ещё тоже отметить один немаловажный факт, что у нас в Российской Федерации есть стратегия развития химической и нефтехимической промышленности. Как бы два, наверное, основных момента, на чём она зацелена. Это углубленная переработка исходного углеводородного сырья и создание кластерных механизмов, то есть создание кластеров химических. И уже чётко в ней прямо прописано, что Киров и Кирово-Чапецкий район, ну, то есть тут Киров, фактически Кировская область, является одним из таких кластеров. Мы его называем Кирово-Чапецкий химический узел, ну, чтобы просто понимать. Это и есть, да, конечно, существует. Да, вот, поэтому то, что будет создано такое предприятие, где будут появляться новые необходимые, а порой это малотоннажные продукты, которые в дальнейшем можно пускать различные химические цепочки, а химия – это база в отрасли промышленности, она везде используется. Это будет неким дополнительным стимулом, в том числе и развития технологий. Соответственно, здесь ваш университет может активно принимать участие совместно с какими-нибудь крупными индустриальными партнёрами. Я просто вчера был на ряде предприятий, я сегодня уже про это говорил, и Уралхим, вот, общался с директором, они говорят, что у них есть некие даже программы по софинансированию различных инвестиций, когда некие инициативные группы к ним обращаются, и они готовы тоже своей страны помогать, собственно, коллегам, при условии там либо какого-то государственного, либо какого-либо нового софинансирования, то это тоже механизм государственного частного партнёрства, который сейчас очень активно реализуется. Прервёмся на полторы минуты у нас рекламы и продолжим разговор с нашими гостями. Я бы, конечно, хотела, чтобы Владимир Александрович Колесников сказал несколько слов о кадрах, а потом вы не думайте, что у нас весь такой восторженный эфир, мы сейчас зададим те вопросы, которые задавали острые, серьёзные, и эти вопросы тоже разберём. ДНИНОЙ РАЗВОРОТ Продолжается программа «Дневной разворот» в студии Николая Голиков. И Светлана Занько. Да, мы остановились на вопросе Владимиру Колесникову, заведующему кафедрой технологии неорганических веществ и так далее Российского химико-технологического университета имени Менделеева, потому что Владимир Александрович до начала программы сказал, что Светлана, нужно обязательно поговорить про кадры, обязательно. Вот мы уже про них начали, когда говорили о том, а что регион получит. То есть это может быть абсолютно новое, серьёзное очень направление по подготовке кадров для всей мусорной отрасли, там, мусороперерабатывающей отрасли страны. В отрасли по переработке отходов. В отрасли по переработке отходов, да. Но я видела, как вы, Владимир Александрович, разговаривали, и насколько хватило времени, потому что вас разрывали в разные стороны, с ректором нашего опорного вуза Валентином Николаевичем Пугачем, о чём вы говорили? Мы действительно говорили о кадрах, потому что очень важно, чтобы мы за этот период подготовили кадры. Вот Менделеевский университет имеет уникальную возможность, у нас есть большой опыт. Я даже, когда скажу цифру, когда мы начали заниматься экологическими проблемами, когда появилась первая кафедра, это 1974 год. Кафедра технологии защиты биосферы. Год моего рождения. Я лично читаю лекции по этому направлению с 1986 года. У нас есть хорошие курсы. У нас есть для бакалавров, для магистров, есть программа повышения квалификации. И я думаю, что вот за эти 2-3 года мы передадим все свои знания вашим студентам, вашим аспирантам, потому что наступит такое время, когда инженеры будут выпускники Вятского университета. Главный инженер, главный технолог, главный конструктор. Потому что наступит такой момент, когда на заводе будет работать 300, 400, 500 человек. И, конечно, это будут выпускники Вятского университета. И мы сделаем все, чтобы в рамках каких-то совместных проектов подготовить людей на самом высоком уровне. Я думаю, что и наш ректор, Александр Георгиевич Мажуга, на это пойдет, и ваш ректор, потому что такие альянсы всегда только приносят положительный результат. Это точно. Ну, давайте теперь мы поговорим о тех вопросах, которые все-таки остались, и они прозвучали на встрече 18-го числа. Тамара Яковлевна, ну, вы заметили, что, наверное, градус, который был на этой встрече по сравнению с тем, что было раньше, он был, конечно, пониже. Безусловно. И активисты, которые, я уже говорила, наш Валерий Семенищев, и активисты из Котельнича там были, да, и активисты из Осенцев были, они уже как-то... Я бы не сказала, что более точно. Они всегда, в принципе, задавали вопросы те, которые исходили там, да, от народа, да, вот вопросы такие, и изучать они тоже стараются. Но все-таки градус был пониже, вопросы были более точные, но они оставались. Вот на ваш взгляд, я сейчас хочу вот именно как представителя общественной палаты вас спросить, какие остались недопонятыми вопросы у людей? Ну, вот даже после встречи многие подходили еще, что чувствуется, что население не совсем информировано вот по тому, что у нас на сегодня происходит. То есть нужна еще более активная информационная работа с населением, вот это один из первых аспектов. Что касается, значит, судьбы предприятия, то, в принципе, уже чувствуется, что вроде есть некоторое согласие на это дело, на решение этой проблемы. Единственное, только отмечают, что, ну, вот вроде бы лучше в другом регионе. Но, на мой взгляд, я глубоко уверена в том, что то предприятие, которое у нас действовало, и на этом предприятии созданы высокотехнологичные системы обеспечения безопасности, и вообще для производственных циклов, и там же замкнутый цикл, например, водоснабжения и так далее, энергоснабжения, отработанные системы, газоснабжения. Конечно, это предприятие надо использовать для таких вот целей. И поэтому в ответах вот тем, кто задавал нам вопросы вот подобные после даже встречи, мы, в общем-то, отмечали, что решать этот вопрос надо, и этот объект действительно подходит сегодня для решения этой проблемы. Ну, вот что касается информирования, я согласна. Я вот как раз хотел спросить, что буквально на днях были оглашены итоги опроса жителей Котельничья, где которые показали, что городская дума проводила. Дума проводила, потому что их уже минимум три. Нет, 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 это то, что решение по городской думе, они там 3109 человек опросили, это больше 15% избирателей, проживающих в городе Котельничья. 98% выступают против строительства этого объекта. 23 только человека сказали «за», и там 133 бюллетеня были аннулированы, это посторонние люди, мы пытались участвовать. То есть это говорит о том, что на самом деле информационная работа, скажем, в Котельничье, она не просто плохая, она просто не началась еще. Потому что вот уже через такое время, прошедшее после того, как было подписано распоряжение «Медведевым», это было в апреле, да, сейчас у нас уже октябрь, а вот эти 98% говорят о том, что люди просто вообще не в теме. Ну, кстати говоря, подтверждает этот опрос, и опрос, который проводил Валерий Семенищев, и опрос, который проводил Росрау. Потому что эти же 90%, действительно, они в принципе не в курсе, что будут строиться... Нет, там те, кто не в курсе, отвечали отдельно, я не в курсе, там 20, маленький, 0,7%. Ну вот смотри, да, вот примерно там 80% говорили, что они вообще не в курсе этого объекта. Эти же люди вообще не помнят про Мородыкова ничего. И это значит, что если им задают вопрос, Валерий Семенищев тут приходил, когда к нам, а хотите ли вы, чтобы опасный, значит, завод возник, конечно, человек тебе скажет, что мы не хотим. А какой там конкретно завод, в этом же надо разбираться. Понимаешь, потому что... Ну, чтобы в этом разбираться, нужно, чтобы я вам там проинформировал. Мы как раз об этом говорим. Согласна с тобой. Поэтому я надеюсь, что вот те 30 представителей СМИ, которые были сегодня на встрече, они эту информацию распространят. Но хотелось бы, чтобы не только общественная палата этим занималась, и этот вопрос тоже прозвучал сегодня на встрече, ну и правительство Кировской области этим занималось. А вот здесь очень важно, чтобы Росрау тоже отметила, что вы в этом смысле делаете. Мы уже говорили, что открыта горячая линия, и можно задавать по телефону звонки, найти на сайте Росрау легко этот телефон. Но в Мирном открывается информцентр, где будет человек, который принимает, и уже он определён, да, который будет принимать вопросы от населения. Так? Да, абсолютно. В Мирном и в Кирове. И в Мирном, и в Кирове. Об этом обязательно будет сообщено через МИИ. Мы очень рассчитываем, что общественная палата поможет нам донести эту информацию и правительству Кировской области, и до населения, где можно получить эту информацию. Она обширна, но перечень вопросов обновляется, и мы действительно на типовые вопросы готовим типовые ответы, тоже их там максимально на всех ресурсах выкладываем, для того, чтобы любой желающий мог всё-таки разобраться в вопросе, что это за завод, что он с собой представляет, чему приведёт его создание, и убедиться в его безопасности. А вот Валентин Николаевич как раз в конце с вами обсуждал, с вами, со всеми, что давайте мы выкладывать будем и вопросы, и ответы на сайте общественной палаты и на сайте, например, ВУЗа. И вы поддержали это. Да, очень хорошее предложение, действительно, в этом направлении. Я тоже ещё раз хочу здесь сказать, что мы уже проходили эту дорожку, можно сказать, с предыдущим объектом. Когда ликвидировалось химическое оружие. Да, и вопросов было колоссально много. И мы делали так, вопрос-ответ, вопрос-ответ. И эти материалы и онлайн, и в печатном виде, и на встречах обычно освещали. И как-то постепенно, постепенно народ начинал понимать, о чём идёт речь, что надо делать, и каким образом участвовать в этом процессе. Здесь ещё один очень важный вопрос, и вы уже начали об этом говорить. Со школьной скамьи дети начнут узнавать, что такое новая отрасль. И когда мы очень много делали программ по раздельному сбору мусора, и в том числе с коллегами зарубежными об этом говорили, а с кого вы начинали, вот и сейчас, когда были в Вене, они нам чётко сказали, что они, Коль, не просвещали взрослое население, они пошли к детям, они пошли в школы, и дети оказались теми самыми людьми той аудитории, которую культуру и раздельного сбора мусора, и переработки несли в семью. Для меня это было поразительно, потому что я всё равно думала, конечно, про свещение детей, понятное дело, всё это вот, но мне казалось, что да, надо взрослым всем объяснить. Оказывается, нет. Нет, тут я хочу сказать о том, что вы очень правы в каком плане, что дети очень многое могут. Вот я на многих там конкурсах, значит, конференциях и так далее, ведь заслушаешься, дети сегодня с первого класса начинают говорить о том, вот, например, изучают содержание атмосферного воздуха, в атмосферном воздухе аммиака, там, на территории Кирово-Чапецкого завода. Вот так вот думаешь, ну как он первоклассник? Но ведь приятно то, что он пришёл на этот конкурс с мамой, с папой, с учителем, то есть создано сообщество, можно сказать, в решении даже этой проблемы. И привлекаются и родители, и педагоги, и воспитатели. Это очень хорошо. Тамара Анатольевна, в Амутнинске сделали в детском садике метеорологический пункт. Там дети не просто изучают погоду, изучают состояние воздуха, могут проверить состояние в детском садике. Это не так и дорого, он сделал прекрасный совершенно опыт. Эти дети вырастут через буквально 10 лет. В этом смысле большой опыт есть и у вашей организации. Абсолютно верно. И такие проекты мы тоже в себе видим и очень рассчитываем и на совместную работу с университетом в этом направлении по подготовке таких программ. Как он выглядит, этот проект детского дополнительного, получается, образования, просвещения? Во-первых, это система грантов различных. Это, прежде всего, к школьникам относится, где они могут с такими проектами прийти, получить какую-то поддержку. Сегодня такие проекты у Росатома уже действуют, и мы их как раз только планируем расширять, в том числе на Кировскую область. Во-вторых, это подготовка различных образовательных программ, где в простой доступной форме тем же школьникам можно как раз продемонстрировать, что такое отходы, почему их необходимо перерабатывать, почему батарейку нельзя выбрасывать в мусорку, и почему она должна быть переработана, к чему это ведет. И абсолютно верно, вот Тамара Яковна отметила, школьники, они как раз и зачастую объясняют родителям, почему это важно. Они на простые, казалось бы, вещи смотрят по-взрослому и доводят. Дальше эта цепочка уже идет, 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 и мы все начинаем уже жить с этим пониманием, как надо обращаться с отходами, что они перерабатываются. И отходы из чего-то такого пугающего и опасного становятся той обыденностью, которая нас окружает и которая абсолютно безопасна и не вызывает никаких опасений. И последний вопрос перед завершением программы. Нас неоднократно отсылали на сайт Венского завода, и он не один. Все практические заводы, которые занимаются мусоросжиганием, имеют сайты, где можно посмотреть абсолютно все. И как сконструирован завод, и какое оборудование там применяется. И даже онлайн следить за выбросами, какие они есть, превышают или не превышают ПДК. Это, конечно, самая наглядная история. А вообще Марина Ипатова-Арнт, которая будет в час дня после дневного разворота, она рассказывала, что когда-то в Германии все начиналось с того, что заводы даже открывали, чтобы любой человек мог прийти и посмотреть, что они там перерабатывают, как это все выглядит, пахнет или не пахнет. Давным-давно, когда только все начиналось. Потому что люди тоже задавали вопросы и сейчас тоже задают. А такой сайт будет у нашего предприятия? Это не просто будет сайт. Мы, собственно говоря, эту работу уже в Кировской области развернули. Во-первых, спасибо Минпромторгу, мы уже организовали посещение того завода по уничтожению химического оружия для того, чтобы там общественность, журналисты смогли воочию убедиться, что это современное безопасное предприятие, которое есть, которое там надо развивать. Второе, мы, естественно, там, да, мы это озвучивали, мы такую работу будем вести. Это информирование о ходе выполнения проекта по созданию завода и последующей его эксплуатации, да, то есть это вывод результатов автоматизированных систем контроля, значит, выбрасываем в воздух, что на нем происходит, какие отходы поступают, в каком количестве, для того, чтобы люди понимали, что на нем происходит, и при этом оценивали уровень безопасности. Ну и третье, это, естественно, образование, просвещение, там, начиная со школьной камьи, когда это будут экскурсии на предприятие, и для того, чтобы все смогли убедиться, как оно работает. Спасибо большое. Дневной разворот завершен. Николай Голиков. Спасибо, Светлана Занякова. Спасибо нашим интересам, что нашли время. Приезжайте к нам еще. До свидания. До свидания. Светлана Занякова.